Так насколько важно участие белорусской стороны в переговорном процессе? Почему Западу выгоден экономический крах Европы и Китая? На вопросы главного эфира ответил главный редактор журнала «Национальная оборона» военный эксперт Игорь Коротченко. Есть выражение «три родные сестры Беларусь, Украина, Россия». Поэтому не случайно, когда две сестры в ссоре, третья хочет помирить. И изначально в украино-российском конфликте именно Беларусь выступила в роли миротворца и предложила свою территорию в качестве переговорной площадки. Почему такой вариант не устроил Запад? Почему он так категорично не хочет, чтобы переговоры проходили именно на территории Беларуси? Сам факт проведения переговоров на белорусской территории – это повышение статуса Республики Беларусь, это возможность представить Минск как эффективного переговорщика, посредника. Ну и, разумеется, это вовлечение Беларуси в глобальные процессы по мироустройству. Очевидно, что в этом качестве Минск не рассматривается ни в ЕС, ни в США в качестве удобной переговорной площадки. Поэтому я думаю, что вследствие вот этих обстоятельств и получилось так, что дальнейший ход переговорного процесса переместился уже на турецкую территорию. В любом случае, мы благодарны Беларуси за те условия работы, которые были предоставлены за всю логистическую, транспортную инфраструктуру и ценим дружеское участие, поддержку братской Беларуси. Беларусь и Россия – это союзное государство. У нас тесное экономическое и военно-политическое сотрудничество. Естественно, конфликт России и Украины затрагивает и нас, и наша страна тоже нуждается в гарантиях безопасности. Вот с вашей точки зрения, насколько важно и правильно, чтобы и Беларусь участвовала в переговорах, чтобы и наша позиция была озвучена? С украинской территории неоднократно фиксировались попытки различного рода вооруженных провокаций для того, чтобы вовлечь Республику Беларусь в боевые действия. К счастью, это не произошло. Но сам факт того, что в рамках вот той санкционной политики, которую сегодня реализует Запад, под удар поставлены не только Россия, но и Беларусь, а также учитывая, что Беларусь непосредственно граничит с Украиной, совершенно очевидна та инициатива, с которой вышла официально Минск во включении белорусских переговорщиков в тот контур контактов, который осуществляется сегодня между Россией и Украиной на высшем уровне, по крайней мере, вот в этом переговорном формате. Поэтому я думаю, что эффективность и белорусской дипломатии, и белорусского МИДа, то, что у нас союзное государство, и мы одинаково согласуем нашу политику сегодня на контуре внешнеполитическом, делают белорусские предложения, на мой взгляд, адекватными той ситуации, которую мы сегодня имеем. Другое дело, что, наверное, это не в интересах западных кураторов Украины. Да, и те выходки, достаточно наглые, агрессивные, которые Украина демонстрировала в отношении и самой Белоруссии, и ее представителей, говорит о том, что Зеленский находится под очень плотным, скажем, кураторством. И в данном случае не Великобритания, не Соединенные Штаты, очевидно, не горят желанием увидеть представителей Белоруссии за переговорным столом. Но сегодня Запад и ЕС обвиняют нас в агрессивной политике, потому что мы союзники России. За это мы вместе с Россией сегодня подвергаемся жесткому политическому и экономическому давлению. Но какие мы агрессоры? Мы всегда выступали и выступаем за мирные переговоры. Хорошо, не хотите на белорусской территории, проводите на любой другой. Но так как задеты интересы нашей страны, не считаете ли вы, что очень важно, чтобы на решающих переговорах присутствовали президенты трех стран – России, Украины и Белоруссии? Мы ждем сегодня решительных военных успехов России в ходе специальной военной операции. Потому что последние дни показали, что даже прежние наработки, те позиции, которые были согласованы на переговорах в Стамбуле, сегодня дезавуируются официальными представителями Киева. Что касается на заключительном этапе участия президента Александра Григорьевича Лукашенко в процессе подписания финального документа, который принесет мир, я думаю, что вполне было бы уместным такой формат, поскольку действительно Белоруссия, являясь союзником России, тем не менее проводит очень, я бы сказал, взвешенную, продуманную и военную, и дипломатическую политику. Беларусь никому не угрожает. Прежние все переговоры, которые проходили в минском формате, доказали эффективность белорусской площадки для решения самых сложных вопросов и проблем. Поэтому считаю, что на финальном подписании мирного соглашения необходимо присутствие в том числе и президента Республики Беларусь. Мы знаем Александра Лукашенко как одного из самых опытных европейских политиков, человека ответственного, эффективного, с широким интеллектуальным и военно-стратегическим кругозором. И мне кажется, что его присутствие позволило бы, может быть, и в том числе решить последние, может быть, какие-то там детали либо договоренности уже непосредственно в ходе процесса подписания. В этом плане я полагаю, что данная инициатива Минска, она оправдана и нужна. А можно ли говорить о том, что сегодня Западу выгоден и экономический кризис в Европе, и военный конфликт в Украине? Пытается ли он таким образом политически и экономически ослабить Россию? Ну а следующий в списке – Китай. Не является ли вся эта ситуация результатом противостояния США и Китая? И почему в этой геополитической игре должен устоять Союз России и Беларуси? Я думаю, что Соединенные Штаты Америки прежде всего пытаются залезть в карман каждому европейцу и за их счет решить свою главную задачу – уничтожение конкурентноспособности европейской экономики. Цель и задача США – навязать европейским странам американский сжиженный природный газ, выбросив при этом Россию с европейского энергетического рынка. Это главный сегодня побудительный мотив Вашингтона. Безусловно, все прекрасно понимают, что следующий объект для такого глобального конфликта и атаки западного мира – это Китайская Народная Республика. Именно поэтому, мне кажется, и Пекин, поддерживая сегодня Москву, он прекрасно понимает и отдает себе отчет, что истинная цель – попытка подорвать, уничтожить Россию и дальше сделать то же самое в отношении Китая. Особо хотел бы отметить стратегическое предвидение и мудрость президента Лукашенко, когда он все годы руководства развивал сельское хозяйство, решая задачи продовольственной безопасности Республики Беларусь. Сегодня, когда мир стоит на пороге продовольственного кризиса, для России чрезвычайно важно, что наш союзник сможет поставлять на российский рынок всю гамму необходимого продовольствия. И в этом плане сельское хозяйство Республики Беларусь – это, я бы сказал, очень серьезное подспорье нам, в том числе для того, чтобы мы прошли этот период турбулентности спокойно. То же самое касается и белорусского машиностроения. Спасибо. На вопросы главного эфира ответил главный редактор журнала «Национальная оборона» военный эксперт Игорь Коротченко.